Привет! Я помню, как мы с друзьями садились в кружок, рассказывали страшные истории. Все эти банальные... Гроб на колесиках, красное пятно. Знаете, был такой случай, что когда я рассказывала страшную историю, я настолько сильно поверила в нее, что у меня были все признаки страха. Это участилось сердцебиение, дыхание, расширились зрачки, началась дикая дрожь. Согласно проведенному в ЦИОМ опросу, более половины опрошенных россиян, то есть 55%, считают возможным предсказывать будущее, но только 38% в это не верят. А ну, пожалуй, самое восприимчивое к мистике, к сглазу, к порче возрастная группа, это 45-60 лет. Наверное, вы догадываетесь, почему все так происходит, и в принципе это логично. Но Россия в этом плане не уникальна в США. Около 30% людей верят, что можно повлиять на материальный мир с помощью мысли. Около 40% верят в привидения, а 20% верят, что можно разговаривать с умершими. В древности мистика ограничилась религией. То есть, например, когда шел дождь, человек не знал, как это объяснить, и просто-напросто придумывал объяснение этому явлению. Но на данный момент мы очень много знаем про природные явления, и наука открыла нам, почему долго нет дождя, или когда в следующий раз пойдет дождь, и почему он вообще идет. А это еще одни статистические данные. В таблице видно, что самый высокий процент верующих в развивающихся странах, а на самой нижней ступени, то есть всего 4%, стоит продвинутая Япония. Но давайте немножко отвлечемся от темы и поговорим про фильмы ужасов. Почему они нас пугают, и на что они влияют. Из этого уже сделаем выводы. Во-первых, данный жанр является очень эмоциональным. Он вызывает стресс, страх непосредственно, всплеск адреналина и яркие впечатления. Если человеку, в принципе, не хватает в жизни эмоций, разумно будет посмотреть фильм ужасов, чтобы испытать эти эмоции. Например, я хожу на ужастики только поэтому. Из-за эмоций, но в последнее время не получаю, потому что тот шаблон, по которому построен сам фильм, он просто выучен и везде применяется. Итак, перенос состояния. По мнению профессора Глены Спаркса, причина состоит в формах реакции на окружающий мир, возникающих по факту увиденного. Следование Спаркса выявило, что во время просмотра фильма ужасов у человека повышается кровяное давление, учащается дыхание, сердцебиение. Это и называется перенос состояния, когда человек переживает все эмоции главного героя. Кстати, это, как бы, скажем, физиологическое возбуждение, оно может остаться и после просмотра, но человек может просто этого не ощущать. Следующий пункт — это предпочтение. 10% населения просто любят получать адреналин. Не любят ужасы те, кто старается по жизни вообще отсеивать какие-то нежелательные стимулы. Например, есть люди, которые гиперчувствительны к, скажем, бирке на футболке или температуре в комнате. Такие люди могут испытать сильную психологическую реакцию, которая зачастую не приносит какого-то удовольствия. И что касается эмпатичных людей, тут то же самое. Кстати говоря, ученые выделяют два способа справиться с сильными эмоциями. Это либо подавить их, либо прочувствовать. Следующий пункт — это новизна. Некоторые люди обращаются к фильмам ужасов за какими-то новыми впечатлениями. Спаркс сравнивает интерес к фильмам ужасов с, например, серьезной аварией. То есть такое не каждый день увидишь. Не каждый день увидишь такие спецэффекты, которые создают иллюзию сверхъестественного. Некоторые избегают фильмов, которые показывают близкие им ситуации. Например, я стараюсь не смотреть сцены с зеркалами в ванной, потому что для меня это очень страшно. И этот страх идет у меня с детства. Я боюсь зеркал в ванной и вообще тех сцен, фильмов ужасов, где вообще происходит действие в ванной. Следующее — это гендерная социализация. Следования показали, что фильмы ужасов больше нравятся мужчинам, нежели женщинам. Просто потому что мужчины в социуме позиционируются как более смелый и любящий опасность. То есть чувствуете этот шлейф пережитков каких-то первобытностей, понимаете? Нейробиолог Джозеф Леду расписал схему работы мозга в момент страха. Он утверждает, что из-за сложности человеческого мозга к способности обдумыванию чрезмерному и каким-то мечтаниям мы можем беспокоиться так, как не беспокоится ни одно животное. То есть, проще говоря, мы очень многое себе накручиваем. Итак, почему же люди всё-таки верят в мистику? Ну, я думаю, что самое банальное и логичное — это в силу возраста. И тут никаких комментариев не нужно давать. А некоторым так интереснее жить, кто-то получает какие-то острые ощущения. Но если проще, то можно видеть некую связь между случайностями. Некоторые люди таким образом идут против системы, но, я думаю, это не совсем рационально и разумно. А некоторым, ну, как я уже сказала, адреналин — это вполне нормально. Да, человеку легче свалить вину на, скажем, какой-то неопознанный окружающий мир, чем видеть причинно-следственные связи и в результате оказаться виноватым. Ну, человек так устроен, да. Да, мы не любим быть виноватыми. Это вполне нормально. Но я всё равно думаю, что человек в процессе вообще своей жизни придёт к осознанию того, что критическое мышление, оно должно быть, оно должно существовать. И как бы от него не уйти никак. Это довольно рационально. У меня на этом всё. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова